Уважаемые, мои хорошие, одни среди женский у нас состав, но я буду в единственном числе представить, как говоря, Сильного поля. Сегодня лекция, я не знаю, для меня это очень интересная тема, я в прошлом году снова читал лекции Храма Полякова Поля, но так случилось, что я стану заложником той самой темы, а моя любимая, основная тема – это Купечество. Купечество Епифани в первую очередь. Ну и, конечно, тема следующей лекции, она звучит как предпринимательство на Куликовом поле, но так как Епифани считается столицей Куликового поля, конечно, основной разговор будет идти о Купечестве Епифани в первую очередь. Как, можно сказать, административно-социально, административно-хозяйственно, культурно и в то же время предпринимательство столицы замечательной территории, поле первого поля ратной славы России, Куликовой. Ну и, конечно, в первую очередь хотелось бы рассмотреть такие вопросы, как что такое предпринимательство, что такое купечество, что такие были все-таки купцы. Значит, и начнем мы с предпринимательства. Вы сейчас все посмотрите. Значит, предпринимательство – это индивидуальное или коллективное занятие каким-либо видом экономической деятельности, направленным, прежде всего, не на удовлетворение своих собственных потребностей, а на излечении прибыли. Смотрите, мне уже повеселее. Человек моего пола пришел, мне теперь стало повеселее. Я что-то обижаюсь. Одни женщины кругом уходят, хоть разбавили. Это хорошо. Хорошо, да. Я про что и говорил. Вот, значит, вот это то, о чем говорит предпринимательство. Чем занимаются предприниматели? Сейчас это слово у нас из нашего обихода не выходит. Правильно? И, значит, если мы… Вот я просто такой пример, может быть, и вам его понятен. Копаем в огород для того, чтобы… Сажаем картошку для того, чтобы обеспечить свою семью. А другой сажает в пять раз больше для того, чтобы обеспечить и себя. И если пятую часть он возьмет себе, то четыре части он продаст. Это и есть, можно сказать, земельное предпринимательство. Выращивают скотину. Вот сейчас мы как раз посмотрим различные виды предпринимательской деятельности. Выращивают скотину, животных. То есть, землепользование и земледелие и скотоводство тоже с целью для того, чтобы увеличить свои доходы. Скотоводство, строительство, кредитование, которые в банках, они же были, значит, всегда частные. Сейчас они, в принципе, частные. Но, в первую очередь, конечно, предпринимательство – это верхняя строчка, это торговля. И второе, конечно, мелкое и крупное промышленное производство. И, опять же, все вернулось на круги своя. Там 70, почти 80 лет социализма. Когда те, кто торговал, занимался куплей и продажей, назывались фарцовщики или спекулянты, да, то сейчас это все официально разрешается. И те люди, которых мы сейчас просто называем предпринимателями, те, которые торговлялись с этим, прежде они были просто-напросто купцами. То есть, те люди, они, на самом деле, тоже в настоящее время являются купцами. Значит, что собой представляет купечество? Это полупривилегированное сословие в России в 18-м, начале 20-го века, так называемое третье сословие после дворянства и духовенства. Купечество – социальный слой населения, занимающийся предпринимательством, главным образом в области торговли. Кто ж такой купец? Купец – человек в занятой сфере торговли, купли и продажи. Опять же, с целью прибыли, да? Ну, знаете, мне всегда такое, ну, ясно, что это не определение купца. Да, ну, в общем-то, купцы были своеобразными посредниками между производителем и покупателем. Согласны с этим, да? Все-таки, ну, скажем, в сельской местности купец скупал картофель там, или там пеньку, или мед, и вез куда-то на ярмарку в крупные города, и там продавал. Естественно, не по пять рублей, как он купил, а продавал по восемь, по десять и так далее. Я просто вот эту разницу, что она видна была. Так, что же собой представляет купечество предпринимательство вообще в России? Ну, нужно отметить, что истоки их, исходные, у всех самые разнообразные. Ну, сословное деление у нас в России было отменено в связи с революцией семнадцатого года, в семнадцатом году. И купцов называли мироедами, в общем, буржуазией, буржуями, да, и так далее. Вот. Но, если мы копнем эти корни, то получается, известные Демидовы, хорошо известные по Туле, происходят из крестьян. Баташовы были служителями у Демидова, известный род Морозовых, Савва Тимофеевич, да, вот, он вообще происходил из крепостных крестьян. Кто-то из ремесленников, то есть происхождение из какого-то богатого слоя населения, купцов ни у кого не было. Все они происходили, ну, будем говорить, почти что от сахи, многие от крестьян. И, достичь того, что они в конечном итоге достигли и стали богатыми, они заработали все своей хребтом, можно так сказать. Вот. Ну, в общем-то, я очень лояльно отношусь вообще к купечеству. Для меня это так вот очень интересный вопрос. И стараюсь все глубже и глубже его. И мы сейчас тоже затронем. И вот, значит, что касается конкретно Кутифанского купечества. Ну, город был основан в 1560-е годы как форпост на южной границе московского государства. Население воды составляли, большинство населения составляли пешие иконные стрельцы. Была маленькая слобода, так называемая черная, где жили кожевники, крестьяне, торговцы. Одним словом, это называлось подсадские люди, рядом с крепостью. Но в конце 16-го века в одних источниках сообщается, что в 1609 году Черная слобода исчезает в связи с нашествием татар. В других источниках в конце 16-го века в земли Черной слободы скупили, ну, скупили там или отдали эту землю стрельцам Конной слободы. То есть Епифаль уже в конце, на рубеже 16-17 веков остается практически без профессионального торгового промышленного населения. И вся предпринимательская деятельность была сосредоточена в руках служилых людей. Сначала это были стрельцы, позже, в начале 18 века, они называются пахотные солдаты, пахотные и пашные солдаты. И вот, но 18-й век знаменательен чем? Особенно вот после периода правления Петра I, так называемой системой откупов. Что собой представляли откупы? Вообще, мы сейчас говорим о том, что с нас берут налоги за это, налоги за это, налоги за это. Так много стало, да то за свет, то за газ. Ну, тогда, конечно, газа и света не было, но все равно было столько налогов. Танцелярские сборы, подал жалобу, заплати за то, что ты подал. Таможенные, приехал торговать на рынок, заплати. Вино, значит, там тоже таможенные, винные откупы, питейные и так называемые, и так далее, и так далее. Значит, как правило, да, а еще были, знаете, какие откупы? Кронштадтский, на строительство Кронштадта. Петербургский, на строительство Петербурга. Водопойный, водопоильный он, вернее, называется. За то, что владельцы лошадей должны были платить за то, что лошади их пьют на водопое. Представляете? Столько было всяких окладных сборов. И вот самые, конечно, такие крутые, по современным языкам выражаясь, это были питейные, таможенные, канцелярские и цельные сборы. И вот государство ввело такую систему. Частному лицу отдавались на откуп вот эти вот сборы за определенную плату. Человек, ну как вот, чтобы это понятно было, человек приходил в государство, платил, брал, допустим, на 4 года, платил 1000 рублей, ну я так образно говорю. И в течение 4-х лет, поскольку, может, он разбавлял это вино. В общем, это было очень прибыльным делом. И, конечно же, покупщики были довольно-таки богатыми людьми. Для многих это стало хорошим стартовым капиталом. Естественно, местные жители Епифанские, пашенные пахотные солдаты, брать на откуп вот эти вот сборы было не по силам, можно сказать, не по карману. И поэтому откупы брали купцы из соседних городов. В первую очередь это был Венев. Среди откупщиков упоминаются веневские купецкие люди, так называемые. Андрей Брежнев, Андрей и Иван Бородины, Иван Бойцов, Калимитяне, то есть жители Коломны, из Коломни, Фирс и Андрей Кономаревы, Богородицкий купец Федор Бердамосов. То есть они имели возможность заплатить определенную сумму государства и потом получать отличные выгоды, приобревать доходы от того, что они владели винным или другим откупом. В Атласе Турской вебернии 1784 года сказано, что епифанское купечество начинает складываться в 1763 году. Из купцов и мещан, живших в епифане для торгу, экономических христиан, пахотных солдат, церковников и вольно отпущенных. И вот когда работаешь с этими документами, то появляются ответы на эти вот вопросы. Вообще тема происхождения очень интересная. Я вам говорил про российских, не случайно я сказал. Это из крестьян, это из вольно отпущенных, кто-то из ремесленников и так далее. То же самое можно сказать и про епифане. Кто откуда приехал. И вот, допустим, первое. Это из купцов и мещан, живших в епифане для торгу. Вот, допустим, поводовый. Слева это копия подлинного документа. Я сразу оговорочку такую сделаю. Мы сегодня как раз в Ахиле с ним встретились. Есть такой Денис Александрович Махин. Краевед. Автор сайта венёва.ру. И, в общем-то, мы с ним уже давно-давно вместе работаем. И мы с ним выявили где-то 12-13 фамилий, которые присутствуют в Епифане, извините, в Венёвском купечестве, а потом упоминаются в ревизских сказках Епифания 1782 года. Вот. Среди них Оводовы. И вот в 1766 году купец Гаврил Васильевич Оводов был по указу главного магистрата Российской империи переведен из Венёвского купечества в Тамбовский. Но до конечного пункта назначения, вместе с сыновьями, до конечного пункта назначения доехали не вся семья. Его старший сын, Трофим Гаврилович, вот видите, красным там выберем, естественно, с женой Еленой Афанасьевной, они становились в Епифане. Таким образом, Трофим Гаврилович стал основателем Епифанской ветви купцов Оводова. Нужно сказать, что потомки Трофима Гавриловича до отмены до упразднения сословного деления Епифане в 1918 году, так продолжали состоять в Епифанском купечестве. Также из Венёва в Епифань приехал Пётр Степанович Расторгов. Вот это, опять же, прислал мне Денис Александрович Махель. Это подворная перепись города Венёва 1714 года. Вот тут подчеркнуто, значит, Неллида Евдокимовна Расторгового, там возраст ее, ну это вот как перепись населения, документ такой. Значит, там вот Степан, видите, слева, и у него дети, в том числе Пётр. Видите, вот называют? Так вот, Пётр Степанович, вот где-то в 1760-е годы, тоже приезжает в Епифань, и с него начинается Епифанский ветвь купцов Расторгуевых. Нужно сказать, что Расторгуевы на протяжении полутора столетий были на вершине Епифанской купеческой иерархии, как с точки зрения уважения, в том числе и состояния. Конечно, они занимали, можно сказать, самые такие, но мы об этом тоже поговорим. Тоже потомки состояли в Епифанском купечестве, да, упразднение сословного деления в 1918 году. Это вот две фамилии я назвал к вопросу о тех, значит, из людей, которые имели торф и Епифань. В следующей работе с юридическими сказками было выявлено, что дочь Расторгуева Петра Степановича Фетла вышла замуж за пономаря Епифанского Никольского собора Моисея Лазаревича. В 1790 году он с семьей поступает в Епифанское купечество, и на 1795 год он объявляет капитал, необходимый для Третьей гильдии. Это 2010 рублей. И вы знаете, в последующие годы семья Суровых очень была, ну тоже, можно сказать, находилась на вершине Епифанского купечества. Они, в общем, каким-то образом, ну не каким образом, видимо, северная часть Епифания осваивалась менее чем юзная, и они сумели ее как-то всю прибрать к рукам. И в последующие годы они частично вот эти усадьбы продавали, за счет этого они набирали капитал. Вот, зная об этом давно, про Суровых, я думаю, откуда же молодец такой церковник сумел? А оказывается, подача-то вот где была. Дочь купца Расторговой стала его женой. Вот, и таким образом, вот они, Суровые, тоже занимали ведущие положения. Естественно, связь пономаль Никольского собора, она сохранялась. И вот такой вот момент, такую вот фотографию, что касается Суровых. Значит, в 1908 году Юлия Васильевна Сурова, вот, она подарила Никольскому собору вот это вот здание двухэтажно-смешанного типа, который собор сдавал в аренду под Епифанскую ездное полицейское управление, и, естественно, это тоже приносило доходы Никольскому собору. Значит, это по вопросу тому, кто из церковников, да? Понятно. Следующее. В 1795 году в Ревицких сказках появляется купец украинцев. И там написано, что он был отпущен, получил вечную волю. Вот буквально в течение двух-трех месяцев мы переписываемся с потомком украинцев. Украинцев он из Екатеринбурга. Очень интересуется происхождением своих предков. И он нашел, что они были отпущены именно из селения Ефремовского уезда. Вот. Ну и впоследствии, естественно, они были купцами. И, в общем-то, вот это отвечает на вопрос, извольно отпущено. К сожалению, пахотных солдат и экономических крестьян пока, понятно, о происхождении его, пока в Епифанском кубичестве выявлено не было, пока не получилось. Вот. Значит, это вот о том, о происхождении Епифанского кубичества. Сразу я хочу сделать такую оговорочку, что для таких городов, как Епифан, небольших уездных городов, было характерно, что объявив капитал определенный, они были купцами, определенная фамилия какая-то. Вот. Потом владелец капитала, ну, каким-то образом беден, скажем так. То ли он прогулял, то ли проторговался, то ли пропил, там, ну, в общем, такие разные варианты. И он вынужден был, он не имел возможности объявить на следующий год купеческий капитал, и он автоматически переходил в Мещанское податное сосудие. Ну, сразу такой момент, в чем же была разница? Помните, когда мы говорили про купеческие, привилегированное сосудие? Значит, в чем же состояли эти привилегии? Они освобождались от телесных наказаний, от подушных податей и от рекрутского набора. А Мещанство, это податное сосудие, и вот, опять же, работая с ревейскими сказками, вот они были купцами, и вдруг следующую ревизию читаешь, а он уже, они перешли в Мещанство, и уже один из их детей в рекрутах с такого-то года. Понимаете, вот это все? Вот, значит, и вот это было очень часто, переход такой. Вот здесь сейчас находится, например, Епифанский музей, музей купеческого быта, да, он, так, историк, этнографический, вообще, музей историк купеческого быта, вот он в усадьбе Байбаковых. Когда говорят, вот купеческий, в моем понятии это было всегда купеческо-мещанско-усадьба. Потому что Антон Евграфович, хозяин этого, бывший хозяин, он был купцом очень уважаемым человеком. В течение 27 лет он избирался властным городской думе. Но домик, вот эта усадьба стоила всего лишь 450 рублей по окладу. Для сравнения дома Расторгуевых стоили 100 и 400 тысяч. Видите, какая разница? И как только он в 9-м году умер, тут же семья переходит из купеческого в Мещанство. Ну и сразу еще такая озоворочка, что где-то в последней четверти 19-го века особой разницы между купцами и Мещанами не было. Понимаете? Вот это очень такой интересный момент. И поэтому люди, когда были Мещанами, они были побогаче даже купцеров. И гильдействие как таковое, оно уже роли не играло. И в основном первую гильдию брали только для престижа такого. Вот в Епифании были только купцы второй гильдии. Хотя, например, Николай Иванович Расторгуев и его дочери были замужем. Одна за Баташовым, турским купцом. Другая за Белоусовым, тоже турским купцом. Константин Иванович, купцом первой гильдии. Третья за Скопинским купцом. Там всего было 6 дочерей. Кто-то за дворянином был. То есть они были довольно-таки богатыми людьми. И приданное, я забыл сейчас, он давал огромнейшее за каждую из своих дочерей. То есть он обладал довольно-таки значительной суммой денег. Значит, в конце XVIII века складывается большинство купеческих династий епифланских. Это Артельевы, Байбаковы, Бубновы, Брежневы, Оводовы, Расторгуевы, Естественно, Сидельниковы, Кучковы и так далее. Можно их много назвать. Потому что в конце XVIII века государство объявило не очень большой капитал для объявления Третьей гильдии. Понимаете, легко было тогда вступить. А вот позже увеличилась это для вступления в гильдии сумма капитала. Соответственно, туда было, когда потяжелее, можно сказать, вступать. Но основным занятием епифанских купцов, естественно, была торговля. Как я уже говорил, они скупали по деревням пеньку, мед, зерно, ну, может быть, там, картофель, там и так далее, и так далее. То есть, хозяйственную продукцию. И вывозили ее в Тулу, Москву, на Нижегородскую или Макаревскую, в самые крупные в России ярмарки, на другие ярмарки. Все это там продавали. Ну, в фильмах мы видим такие вот, сочетаем такие моменты. А обратно покупали, тоже там на ярмарках, покупали железные изделия, ткани, одежду, обувь и так далее, и так далее. Там мишуру различную, красивые изделия. И привозили их в Епифань и в своих лавках все это продавали. Вот на этом на экране вы можете увидеть, это 1905 год. Вот владельцы различных торговых точек. Бакалея, булочная, волонтерейные изделия, железо, кожа. Вот обратите, пожалуйста, на мясо. Понумарев Федор Васильевич, мы сегодня о нем еще вспомним, там очень интересные планирую я момента. Вот. Сколько хлеба или зерна, вот это. Вот такие были торговые точки в Епифане. Кроме этого, где они располагались, торговые лавки? Ну, во-первых, на торговой площади. Вы видите, рядом с собором, вообще она называлась главная площадь. А южная его часть, от собора, южная сторона, она называлась торговая или базарная площадь. Вот этот рядом с собором, а чуть подальше, сюда. Вот там вот, кто в Епифане, знает, вот там красная улица туда влево уходит, вот примерно, что-то реагируется. Значит, это торговые лавки на площади. Но, большинство, конечно, торговых лавок помещались в нижних этажах купеческих домов. Вот дом Пучкова с лавками. Для сотрудников музея здания знакомо, да, это сейчас принадлежит Епифанскому музею, сейчас она полностью законсервирована. То есть, музей Полякового поля полностью законсервирована. Вот это был торговый дом. Справа вывеска торговли Боябакову, дальше булочная. Дом Пучкова. Пучкова как раз занимались выпечкой хлеба, у них была своя пекарня. Дом Ксенофонта Петровича Поводова с магазином, это вот современная улица Свобода. Ну, я сразу сейчас еще покажу. А вот два дома Расторгуева в нижней части, видите тоже вывески, торговля Расторгуева. И сразу хочу сказать, что Епифань в 1941 году, в период оккупации декабря 1941 года, очень сильно пострадала в результате того, что перед отступлением немецко-фашистские захватчики взорвали где-то процентов 70 двухэтажных домов. Домов, естественно, это были купеческие, бывшие купеческие дома, и сожгли около 40% деревянных строений. Епифань была названа в Нюрнбергском процессе в числе шести городов России, центральной России, которые наиболее сильно пострадали от немецко-фашистской оккупации. Продолжая тему торговли, естественно, проводились ярмарки и базары. Епифань самой ранней ярмаркой, раньше всего известной, была Никольская. Располагалась она около Никольского собора, естественно, и устраивалась, известно, она уже с первой половины 17 века, и устраивалась она в основном, не в основном, а устраивалась она на Николин день. По старому стилю день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мерлити в итальянский город Барри. По старому стилю это 9 мая, а по новому, по современному стилю 22 мая. И вот эта ярмарка устраивалась вплоть до революции и последующие годы. Вторая ярмарка Ивановская, вот вы видите ее как раз на фотографии, она устраивалась на ярмарочной площади недалеко от Всесвятской церкви Кладпищенской. Почему она так называлась? Почему именно там? Потому что одним из предельных алтарей в Всесвятской церкви был алтарь во имя усекновения главы Ивана Предтечи. То есть это ярмарка Ивановская, названная по Ивану Предтечи. И устраивалась она по старому стилю 28 августа, а по новому 11 сентября. Это длилась экономина главы Ивана Предтечи. И наконец, в последний третий XIX века в Епифане начинает устраиваться Алексеевская ярмарка, которая проводилась в апреле. Но в начале XX века ее стали проводить в январе, и она получила новое название Федоровская. Кроме этого, что все-таки мы перекинемся ближе к Куликову полю, от столицы, так сказать, в периферии перейдем к Куликову полю, вот, значит, ярмарки на территории прилегающей к Куликову полю устраивались все в бучалках, там Калицыны, естественно, были организаторами. Почему? Потому что там ярмарка называлась Тихинская, потому что храм был во имя Тихинской иконы Божьей Матери. А в Никитском 6 декабря проводился ярмарка на Николу Зимову, называлась она, соответственно, Никольская. А в Монастырщине по субботам устраивались базары. Это то, что касается Епифанижа базара. Вот нижние фотографии сначала проводились только по вторникам, а где-то на рубеже XIX-XX веков ко вторнику добавилось еще и пять. Чтобы увеличить свой купеческий капитал, иногда купцы решались, делали попытки в промышленном производстве. Первый завод, как их тогда называли, появляется в Епифане в 1805 году. В одном из своих помещений своего дома купец Дмитрий Моисеевич Суров устраивает ну, назовем его завод или производство восковых свеч. На предприятии работало два человека, но он назывался заводом. В 1809 году, вот здесь вы на плане Епифании видите, вот там я специально вынесу, вот по цифре 13, это кожейный завод купца Оводова. Вот на общем плане, вот он показывает, но как бы отдельным зданием, не где-то в жилом помещении, а отдельным зданием. Вот там работало от пяти до семи человек, вольнонаемных рабочих. Соответственно, это было по первой половине, даже по началу 19 века, это было уже более солидное предприятие. В Епифании также работали свечно-сальный завод, воскобойный завод, салатопольный. Но все они были сезонные, и в основном они действовали в период, когда шел забой скота, где-то с осени, зима и до начала весны. А потом они временно прекращали свою деятельность до следующего. Вот. И, в общем-то, на предприятиях работали от одного до трех вольнонаемых людей. Где-то в конце, да, в это же время в Епифании идет такой активный процесс постройки кирпичных церквей, торговых лавок, домов и других прочих строений кирпичных. По этой причине в Епифании возникают, открываются кирпичные заводы, для того, чтобы купцы, естественно, открывали эти заводы купцы, иногда мещане, для того, чтобы пополнить свой капитал. Всего было пять заводов в этот период. К концу первой половины XIX века в Епифании действовали 10 водочных заводов. В третьей, можно сказать, так, в третьей, да, в третьей четверти XIX века в Епифании появляется маслобойный завод, махорочный. Но все это были заводы в основном помещения. И, наконец, в 1883 году Епифанский купец Дмитрий Иванович Брежнев выкупает у города одну десятину выгонной земли. Для того, так он в обращении, в заявлении, как по-современному выражаясь, так он и написал, для постройки винокуренного завода. И вот появляется, можно сказать, самое крупное предприятие в Епифане. В 1897 году на нем работало более 50 человек. Но в 1895 он, не знаю, по какой причине, он продает предприятие Ефремовскому купцу Павлу Ивановичу Каменеву. А тот, в свою очередь, в 1904 году дарит предприятие своим племянникам и двум престарелым сестрам за ту помощь, которую они ему всегда оказывали. Завод получает новое название по степени принадлежности винокурный завод Михаила Мироновича Звягина и компания. И вот Миронович сделал очень большое дело для расширения предприятия. Он открывает химическое и ретифляционное отделение на заводе. И уже число работающих, рабочих, то есть так рослепифанский пролетариат уже превышало 100 человек. Это было, конечно, самое крупное предприятие. И нужно добавить, что впоследствии это стал, естественно, спиртовой завод, который действует до настоящего времени. В советское время обычно его называли градообразующий, есть такое выражение. Город какой там, понятно, особенно сейчас, когда там 2000 населения. Но все равно был. И, конечно, основная масса и по сей день. Правда, теперь, если раньше им, спиртзаводом владел Тула Спиртпром, то в настоящее время хозяева я, честно говоря, даже, ну, по-моему, то ли с Воронежа, то ли с Москвы, или что-то такое. Но все равно он действует. Так что это вот предприятие, какое, ну, живо-то, настоящего времени. В 1785 году, когда было принято новое городовое положение, она не только определила права, привилегии купечества, но и описала их обязанности. Одной из главных обязанностей была служба на выборных должностях, на выборных должностях в органах городского и общественного управления. В первую очередь это была, конечно, городская дума. Ну, вплоть до 1871 года, ну, скажем, в Епифане, я по масштабам Епифане буду говорить, избирался городской глава, два-три классных, магистрат и, в общем, два бурмистра и четыре ракуна. Ну, они в основном занимались судебными делами в среде купеческо-мещанской среде. Вот. Нужно сказать, что это была обязанность. И часто она была даже отягощающей для купцов. Она отвлекала от торговли, ну, скажем, службу в Думе, особенно, конечно, службу городского головы. Вот это отвлекало от торговли. Вот. Но в то же время был один маленький-маленький плюсик. Те люди, которые служили на выборных должностях, они освобождались от квартиры наиповинности. Что собой представляло квартиры наиповинности? Эти повинности облагали всех. И купцов, и мещан, и жителей Епифани. Они были обязаны предоставлять свои квартиры, комнаты, соответственно. Ну, там, семь комнат у него внутри предоставили для того, чтобы там жили прикомандированные эти Епифани военнослужащие. Вот. А как правило, это были офицеры. И купцам не нравилось. Офицеры в основном были происхождением дворянского. Вот. Им не нравилось, когда те их унижали. То есть вот это. И поэтому они соглашались, и шли на то, чтобы работать в городской думе, чтобы освободили их от квартирной поливности. Но это было в основном до середины 19 века. И в то же время нужно отметить, что Лев Иванович Расторгуев в течение четырех сроков, а сроки были три года, то есть где-то 12 лет, он избирался городским главой. А вот, начиная со второй половины, ну, будем так говорить, с 1862 года, по крайней мере, то, что известно, и до 1917 года, городскими главами были всего три человека. Значит, с 1862 по 1871 был Петр Ксенофонтович Огудов, с 1872 по 1891 был Михаил Константинович Расторгуев, и, наконец, с 92-го и до конца, то есть до 1917 года, был Ксенофон Петрович Огудович, сын того, что он был. Остальное были Логвинова, после них Сурова и Расторгуева. И все они, эти три фамилии, были родственные связаны между собой. Больше в клан свой они никого не допускали, в Непольский собор. Что это давало? Служба в городской думе, служба на должности старост, это давало определенное, не только престижное это было, и почетное, но это давало некоторые преимущества, как в административной жизни, так и в экономическом хозяйстве, в торговле. Через вот эти вот органы, где они служили, они могли воздействовать на других членов общества, то есть на других кубцов. В частности, работая по храмам Епифания, пришлось с такими моментами сталкиваться, когда староста выходил, и кулаком пустил, так будет такое дело производиться, и уже староста все. Вот на этой фотографии вы видите Поречникольского собора, который состоял из трех священников, трех псаломщиков, дьякому самый высокий стоит, справа стоит не знаю кто, а вот это видимо какой-то приступ, а сидит справа Сергей Михайлович Ростороген, купец, тоже представитель города Ростороген. Кроме этого, купцы избирались на другие должности, в частности, вот видите, мужчина стоит с двумя пидалями для ношения на шее. Это Асин Петрович Ростороген. Он был купечителем и мужского, и женского приходских городских училищ. Это фотография 1910 года, выпуск, вот он сидит рядом священник Успенской церкви, Иван Васильевич Благовещенский и Евгения Марковна Сулаева впоследствии начальнице бельфанской женской гимназии. Ну а теперь несколько слов о знаменитых представителях бельфанского эпидчества. Константин Иванович Ростороген. Человек, в общем-то, можно сказать, всероссийского значения, представитель всероссийского значения. Известность у него такая всероссийская. Значит, он в 1907 году избирается в городскую дуну, в уездное земское собрание, в губернское земское собрание, и в том же году его избирает Государственная дума третьего созыва. Он вступает во фракцию активристов, много делает, конечно, для Тульской губернии, естественно, и эпидемианского уезда, ну, можно сказать, для Тульской губернии, многое делает. В общем-то, впоследствии, он в 1912 году снова избирается в Государственную думу, вот, и опять продолжает помогать. Да, он, значит, был членом различных присутствий Ебифанского уезда, состоял в комитете Красного Креста, и все самое интересное, это вот уже такой наш внутри музейный момент, он был в составе комитета по сражению храма Сергея Раджеского на Красном Холме. Дело в том, что вот эта линия Расторгуевых имела земельное владение в деревне Ивановка. И когда мы смотрим план, вот, памятник, который доказан в столбах, там рядом показаны земли там, крестьян в деревне Козинке, там еще что-то такое, земля помещичья, Ебифанский Упцов Расторгуевых. Вот, ну так скажу, вот уже с любовь Сергеевной поработали по этому вопросу, вот, когда в 2006 году, в 2006 году была в Санкт-Петербурге выпущена книга по истории Государственной Думы России, вот, готовилась где-то в 2005 году, я оказал, последние годы он жил в Клязьбе, в Москве, Константин Иванович. Вот я поехал в Москву, съездил, в Клязьбу специально, ну, с Питера товарищ, который писал это, позвонил, как, просто здорово, не знаю, когда он умер, там, как это. И вот я в Клязьбу поехал, там, к сожалению, ничего нету, а в районном центре, в Пушкино, там ЗАГС. И вот я поехал в Пушкино, дождался, пока они после обеда пришли, я говорю, вот так и так, они говорят, вы знаете, вы можете прийти там через три дня, вы знаете, извините, но я уеду. А вы можете? Я им оставил телефон, и вот через три-четыре дня они позвонили им, и сообщили точную дату смерти его и жены, к сожалению, детей у них не было. Но в интернете появилось кто-то, видимо, съедет легкой руки и вместо 55-го оставил 35-й. И так везде в интернете идет годы жизни его 35-й. Вот, а у меня есть копия его письма датированная 1954-м году. 35-й никак не пишет. Значит, и вот это его фотография слева ну, как бы такая общая его подписка Константин Ивановича Старбулев. Следующая фотография вот эта вот пускалась книга о депутатах Государственной Думы третьего созыва, вот так, а следующая фотография четвертого созыва. Вот так он выглядел в этих депутатах. Конечно же Оводов, представители рода Оводов. Аркадий Александрович Оводов. Один из лучших шоссествов Российской империи конца 19-го, начало 20-го года. О нем можно, конечно, много говорить, но я скажу, что он был дважды чемпионом России по игре по переписке и дважды был призером российских всероссийских турниров по игре за Господь. К сожалению, рано умер сравнительно в 1912-м году в возрасте 56-56 лет он всего был. Вот, в общем-то, до 2004-го года устраивались турниры его памяти. Такие были интересные турниры. последние с участием музея Куликового поля, активным участием Николая Юрьевича в частности Травина. такой состав был собран. Семь гроссмейстеров, пять из них чемпионов мира, бывшие и действующие. Вот, так что такой был состав. Но, к сожалению, это получилось так, что был последний турнир. Ну, и, конечно, личностью, можно сказать, местного масштаба является Отсений Петрович Оводов. Он уже, вот, помните, с двумя медалями для ношения на шее. Вот, он был и властную городскую думу, и уездного земского собрания, и членом земской управы, был членом многих присутствий. как мы уже говорили, что он попечитель мужского и женского училищ. Ну, и, конечно, еще к этому следует добавить, что он был старостой Успенской церкви. И на всех этих, во всех этих выборных должностях он проявил себя с самой лучшей стороны. Он был награжден, мы видели две медали, более ранее, всего он был награжден четырьмя медалями за усердие для ношения на шее три из них серебряных, одна золотая, и, наконец, ему был вручен орден Святого Станислава Четвертой степени, который давал право на личное почетное дворянство. Ну, после революции ему пришлось скрываться, потом он немножечко попытался торговать во время НЭПа, когда советское правительство ввело эту систему и вернул немножко частную собственность и торговлю. Но, в конце концов, в 27-м году, 22-го декабря, он простудился, вернее, он раньше простудился, и вот в этот день у него было распаление легкое, и в конце концов он скончался. Значит, это что касается знаменитых личностей и несколько слов мы еще обзор такой по епифанским купцам совершил по фотографиям старой. циро-стагуевым. Несколько фотографий старой. Слева Константин Львович фотография 1873-го в этом случае это самая старейшая фотография, которая имеется в нашем распоряжении, так скажу. Сейчас из-за стихии старой. Его сын Иван Константинович рядом с ним. Слева внизу жена Ивана Константиновича Владимир Петров из тульских купцов. Петр Иванович их сын. Константин Иванович депутат это тоже их сын. То есть это левая сторона и это конечно очень интересно Николай Иванович Ростовов его жена Татьяна Иосифовна из Тимофеевских Тимофеевский это купец первой гильдии в городе Тропино был. Ну их дети всего их было 9 детей 3 сына и 6 дочерей здесь показан Николай Николаевич Ольга Никола и Елена Никола Семья Одна семья Я имею ввиду представителя одной семьи Анфиса Ивановна девище Полосатого тоже из турских купцов Ее три дочери Елена Серафима и Варвара Дальше Ольга это одна сын Пантелеймон и это вот уже их дочери в замужестве Варвара Николаевна за епифанским мященниным Новиковым и Елена Николаевна за елецким купцом Филатовым мы мы не можем обойтись вниманием эпифанский музей в центре вы видите еще правда до поделки торговой лавки вот Вот хозяева, Антон Евграфович и Александра Ивановна, бывшие хозяева этого дома, дочь Варвары Антоновы замужем за Иван Васильевичем Ключковым, а справа Гаврила Антонович с женой. А вот середина такая типичная фотография, купеческая, это Антон Евграфович, он сидит второй справа, дальше брата Иван Евграфович, жена брата, а дальше хвостик. А справа вы видите, стоит половой, с подносом, с графином и с рюмочками. Я не случайно говорил вам обратить внимание на торговца мясом, водитель мясной торговой лапы, Федор Васильевич Пономарёв. Вот на этой фотографии вся его семья. Человек, который прислал эту фотографию, он поставил цифры на каждом присутствующем на этой фотографии. Обратите внимание, на 4 со штрихом, вот видите, мальчик стоит, вон он 5. И не случайно на экране вы видите фотографию, знаете, ты видишь там, Жанну Бечевскую. Как вы думаете, вы в кого пошли из своих предков? Мой папа очень любил музыку, у него был свой магнитофон отдельно, там вот эти записи. Моя мама тоже любит петь. Они же меня отдали в музыкальную школу, понимаете, это подсознание было. Хотя, кстати, дед Серафим Федорович Пономарёв, который сам родом из Епифании. А Епифань – это город, который рядом с Куликовым полем находится. И там, скорее всего, кто-то, может быть, знаете, он вообще такой вот был богатырь. Прошёл всю войну, он читал Есенина наизусть и играл у нас в Туле в Народном театре. Играл Чапаева. Ну, что самое интересное, сейчас вам расскажу. Представляете, там надо было песню петь «Чёрный ворон», а у него слуха не было. И, ну, как-то он там выкручивался. А вот родной его брат Сергей, он был директором драматического театра академического в Ростове-на-Дону. Ну, и вот самое главное, что когда вот моя жена стала Жанна Бичевская, эта песня «Чёрный ворон», До сих пор не верит. Её, понятно, что в её исполнении она и прозвучала. Чёрный ворон, чёрный ворон, Что ты бьёшься надо мной? Ты добычи не добьёшься. Чёрный ворон, я не твой. Ты добычи не добьёшься. Чёрный ворон, я не твой. Чёрный ворон, я не твой.